Привет, интернет! В общем, что хотелось бы сказать, я здесь уже нахожусь 8 часов. Все уже настолько стало привычно. Вот, чем я тут занимался? Скажу честно, я немножечко работал. Писал тут небольшую статейку, отвечал на ваши комментарии, давал интервью. Ну, пока ничего такого особенного, о чем можно было бы кричать прям, что аааа, со мной еще не произошло. Спасибо большое, что поддерживаете меня. Я уже получил огромное количество разнообразных отзывов. Спасибо за предложение в спальный мешок привезти. Это, наверное, самый популярный запрос. Думаю, если сегодня замерзну, он мне потом пригодится. Большое спасибо хочется передать сразу Зинаиде Пак. Прям она очень молодец. И Насте Ивкиной. Жду от нее самолетную еду. И какой-то там походный дорожный набор. Что еще скажу? Ну, очень напрягает музыка, которая играет постоянно. Однообразная музыка. Я уже выучил все эти фразочки, все эти слова, которые здесь поются и говорятся в рекламных роликах. Ну, в общем, едем дальше. Друзья, а вот и первая еда. Приехала Настя Иткина и привезла мне вот такие вкусные штуковины от KFC. Так что с голоду уж я точно здесь не помру. К тому же, к тому же, привезла клевые подарки, которые очень кстати. Они мне помогут сегодня точно переночевать. Причем приехала не одна, а со своим милым и очаровательным сыном. Такая у меня как гонка. И вот это не вели. В общем, мы очередной раз травимся в KFC. Но на самом деле мы это очень любим. А приехали мы сюда, чтобы сдать одеяло к хипчистку. Плюс мы привезли подушку и пледы. Данила, вот так как он уже давно наш друг. И в общем, идею мы поддерживаем. Идея хорошая. А еще хотелось бы обратиться к интернет-аудитории в интернете. Сейчас происходит что-то непонятное в аэропорту. Мы просим вас не паниковать. Мы просим вас заходить на сайт, проверять расписание. Пока мы не можем, не имеем информации о том, что происходит. Но все это делается ради вашей безопасности. Звоните в пол-центр 244-44-77. И мы надеемся, что все будет в порядке. Данил выживет, а рейсы полетят вовремя. Все так и будет, Настя. Спасибо. Вот. К вечеру народ немножечко активизировался. И ко мне начали приезжать гости. Вот, например, мне привезли спальник. Отвечаю на вопрос, где я буду спать. Сегодня мне выпала честь ночевать в гардеробе. Там никого нет. Я положу там спальник просто. Воткну наушники, включу фильм и спокойненько засну. Наверное, думаю, часов после трех ночи. Потому что здесь последний сеанс в кинотеатре 3 часа ночи заканчивается. И люди пойдут большой-большой такой оравой. Большое спасибо Насте Ивкиной за то, что она покормила меня вкусным KFC. И привезла классные подарки. Кстати, я их еще не смотрел. Мы можем сделать это вместе. Причем она сделала это очень своевременно. Такой анбоксинг. Ух ты, это подушка Air Astana, друзья. Да, анбоксинг подушки. Я думаю, я ее доставать до конца не буду. Чтобы не упаковывать. У меня есть подушка Air Astana. И, конечно же, чтобы я не замерз, у меня есть плед. Тоже, между прочим, фирменный Air Astana. Так что вот так вот помереть даже не дадут. И дорожная сумочка. Интересно, что в ней? Беспощадно. Это Чоп Арт, между прочим, дорогие друзья. Это вам не Талямбалям. Ой, здесь всякие штуки. Лосьончики. О, все. Смотрите, полотенце есть вот тут. Вегеничка. Да не, не буду потом засовывать. Вот. Крем для рук. Лосьон для тела. Это что у нас? Как... Этот... Санитарайзер обеззараживающий. О! Как раз зубки полоскать. Отлично. Это у нас какой-то освежитель. Акваватор. О! Духи. Так что, кто боялся, что там от меня будет пахнуть, плохо, приезжайте, понюхайте. Все будет зашибись. Причем еще приехала к нам Индира. Индира привезла мне... А, сейчас принесет, точнее, мне зубную щетку и зубную пасту. Так как я попросил давно, а мне никто не принес сразу при диске. Она вот сейчас сделает. А вот мне и зубная щетка, и зубная паста. Ну, вот такие вот дела, ребят. А еще... О! 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 Шум! Шум от Чаплина мне вообще никак не помешает. Здесь есть беруши, блин. Вот это крутая штука. Настя, спасибо большое. Это, наверное, какая-то пудреница. Может, не пудр... Расческа! Расческа! Все, короче, теперь у меня есть все необходимое. И, дорогие друзья, дорогие друзья, всем пока. Всем спокойной ночи. Увидимся завтра. Еще раз скажу про Air Astana. Еще раз скажу про Air Astana. Классный пиар. Да, какой пиар тут? Все хорошо. Спасибо большое Насте Ивкиной. Спасибо за эти классные штуки, потому что они мне очень помогут. Я даже больше, чем уверен. И, дорогие друзья, то, что сегодня случилось в аэропорту, не переживайте. Я выживу, а самолеты улетят. Обстановка уже давно наладилась. Уже все работает, все хорошо. Поэтому все вот эти вот негодования были просто необоснованы. Вы, кстати, можете спросить у этих молодых людей, что они думают по этому поводу на самом деле. Что вы думаете по этому поводу? Может, мы можем думать сам проект? Я думаю, что... Подожди. Мне можно говорить, да? Вот теперь мне можно говорить. Ну, что я думаю? Я думаю, что сам проект довольно интересен. Для нашей вот аудитории это, на самом деле, первый такой проект. И мы посмотрим на результаты. Будем внимательно следить. Привозить вот Данилу соленья, варенья, супчик домашний, блинчики от бабушки и все подобное. Ну, на самом деле, товарищ Ренат в Твиттере, он, кстати, Immortal Fox, пообещал мне завтра привезти фаршированные болгарские перцы. Кстати, вы знали, что в Болгарии не знают, что перцы болгарские. Тут их раньше оттуда привозили. Ну, ладно, не об этом. Сейчас понесло меня. Завтра я не знаю, во сколько проснусь, но так как я жаворонок, я проснусь рано. И попробую устроиться работать, наверное, в KFC, потому что там такой дружелюбный и милый персонал. Поработаю. О, а вот и Индира идет, кстати. Сейчас мы вас познакомим еще с Индирой. Это те люди, которые не дают мне помереть здесь. Как это грубо, да, звучит? Индира, здравствуйте. Здравствуйте. Пойдем. Какими судьбами? Тебе пришла. А, как доехала? Отлично. Что ты думаешь по этому поводу? Супер, молодец. Мы тебя поддерживаем. Вот, в общем, исчерпывающий ответ, я думаю. В паре строчек просто заключен весь смысл данного проекта. Вот. И вот Индира мне принесла ништяков. Ништяков мне принесла Индира. Мне Индира принесла... Какой он прошел? День прошел у меня... А? День прошел довольно-таки необычно, потому что я не привык так много сидеть. И периодически ходить туда-сюда. То есть это какое-то вот непонятное слонение, потому что я еще не понял, чем я должен здесь заниматься. И как я буду себя вести в этой атмосфере. Но я освоил немножечко фотошоп-тач на своем планшете. И я почти посмотрел где-то четверть фильма «Маверик». «Маверик», я правильно сказал всем, кто меня поправлял. «Маверик», «Маверик». Очень, кстати, отличный фильм. И Мел Гибсон просто великолепный актер. Помимо этого я посетил в интернете, почитал ваши комментарии. Написал статью для одного журнала по поводу одного клевого гаджета. Что я еще такого сделал? А, ну я дал интервью нескольким телеканалам. Тут походил им, поснимал, порассказывал. Поэтому смотрите в новостях. Ну, думаю, вы и так уже все знаете и все видите. В общем, до завтра. Всем спокойной ночи. Мир, любовь, дружба, жвачка. О, номер 347, между прочим. Вот мой новый уютный номер, где я сегодня буду ночевать. В общем-то, здесь очень даже неплохо. Тем более, мне еще привезли еды. Вот она. У меня есть ключи от этого всего дела. Ла-ла-ла-ла-ла. Так что не все так плохо, как оказалось на первый взгляд. Ух ты, у меня сейчас здесь есть теперь самокат. Где-нибудь я здесь сегодня устроюсь. О, ласты, галоши, ой, всякие реказицы, так. Можно целый спектакль разыграть. В общем, вот. О! А если вдруг кто захочет со мной сразиться, вы получите по башке вот такой штукой классно. Свет есть. В принципе, никто не мешает. Нужно закрыться. У меня есть спальник, у меня есть подушка, у меня есть плед, у меня есть еда, у меня есть питье, у меня есть полный набор всего, что мне нужно. И это буквально мне принесли вот за минувший час. Сейчас у нас времени, я вам скажу, сколько. Сейчас у нас без двух минут десять. Вот. Сейчас у нас без двух минут десять. И вот здесь я сегодня буду ночевать. Вот здесь у меня такое ощущение, что прям как будто бы для меня уже лежит вот эта вот штука. Вот. И главное еще нужно найти розетку. Ой, там даже костюм где-то мороза есть. Цень. О-о-о-о, шляпа. А! Кто говорил, что будет скучно? Никто не говорил. У меня есть булавая шляпа. Я могу пугать, сам ходить тут, как привидение охранников. Ночью вылезу и буду делать. Так. Кыш. Вот так. Кыш. Никотин какой-то. Ку-ку. Кыш отсюда. Кыш. Ишь ты, масленица. Устроить будет. Ходит тут, мешает жить местным жителям. Вот. Ну что, до утра. До утра.